Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. При 65% рентабельности есть большой смысл заниматься садоводством. Анапским садоводам предлагают увеличить площади, поддержка на краевом уровне будет. Вы здесь живете? Да. Здесь прописано? Да. А вы? Показать все, что скрыто. В «Анапе» выявляют нелегальных мигрантов итоги одного рейда. Если мы то же самое уберем в свой двор, то потом у нас пойдут уже и высшие, и масштабнее цели. Лучшая среди равных анапская студентка прославилась хорошими делами и получила поддержку от губернатора. Роботы, беспилотники и химическая лаборатория. Анапские школьники побывали в парке будущего, чтобы определиться с выбором профессии. Сегодня состоялась внеочередная 38-я сессия Совета депутатов. В ее работе приняли участие глава Анапы Юрий Поляков и депутат законодательного собрания Краснодарского края Юлия Пархоменко. На повестку дня было вынесено три вопроса, каждый из которых напрямую касается жизни всего муниципального образования. Увидели жизнь три документа, имеющие стратегическое значение для развития Анапы. В первую очередь депутаты утвердили нормативы градостроительного проектирования города-курорта. Они определяют правила строительства объектов разных категорий и различного функционального назначения, а также правила реконструкции и реорганизации территории. Также единогласно депутаты проголосовали за утверждение программ комплексного развития транспортной и социальной инфраструктуры Анапы на 2017-2030 годы. Это фундамент, который теперь позволит работать над улучшениями в обеих сферах. Глава курорта поблагодарил местных депутатов за активную работу на заседаниях комитетов, а к их коллеге из Заксобрания края Юрий Поляков обратился с просьбой вникать и оказывать муниципалитету помощь в решении глобальных проблем. Например, в вопросах энергии и газоснабжения, где без краевой поддержки не обойтись. У меня тоже вопросы, чтобы вы оказали нам помощь и вникли, где мы должны находиться, или в руках НЕСКО, или в руках Кубанинерго. Сколько за 10 лет, я хотел бы знать, они вложили там денег, сколько там Атрансгаз там наш вкладывает. Почему цены на подключение газа в Анапском районе дороже, чем в Темрюке, в Крымске и Новороссийске. То есть масса вопросов, но на местном уровне нам не всегда удается, а вы, пожалуйста, нам тоже окажите помощь в этом плане. Юлия Пархоменко заверила, что будет вносить полезные для Анапы законодательные инициативы. Ольга Родина, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Почти 90 депутатских запросов по обращениям анапчан. На рабочей встрече с главой города-курорта Юрием Поляковым краевой депутат Юлия Пархоменко рассказала, как работает ее общественная приемная и с какими вопросами приходят люди. Найти точки соприкосновения в работе на благо жителей города-курорта. К этому стремятся руководитель Анапы и человек, представляющий интересы анапчан в законодательном собрании края. Нам очень приятно, что вы приехали в город-курорт Анапы. Мы отработаем те вопросы, которые касаются нашего населения. Я надеюсь, что и вы нам поможете. Большинство анапчан голосовало за вас и верит в то, что вы все-таки будете нам оказывать помощь. Сегодня вы приехали с конкретными вопросами, которые мы можем рассмотреть с вами и принять активное участие в доведении всех этих вопросов до логического завершения. В конце ноября в Анапе на улице Крымской 181 открылась общественная приемная депутата. Свои просьбы и чаяния Юлии Пархоменко и ее помощникам высказали уже больше 50 человек. Я хотела бы сказать, что, наверное, главная моя задача тоже помогать горожанам Анапы и поселков вокруг. И у нас сегодня на рассмотрении около 90 вопросов. Я знаю, что мы много делаем запросов на муниципалитет. И большое спасибо за те ответы, которые приходят. Наш адрес, они дают возможность нам двигаться дальше. Мы все те вопросы, которые вы задаете вместе с жителями Анапы, мы ставим себе на контроль, на выполнение. То есть в любом понимании этого вопроса мы вместе с вами все равно добьемся положительных результатов. Вот мне нравится то предложение, которое вы вносите рассмотреть в части программ, как краевых, так и федеральных. То есть с вашей помощью нам, может быть, проще будет зайти в какие-то программы и использовать денежные средства, как федеральные, так и краевые. Юлия Пархоменко заверила, что окажет поддержку всем положительным инициативам. В ходе встречи также поднимались вопросы, над которыми сейчас работает общественная приемная депутата. За пять лет рентабельность садоводства увеличилась в пять раз. Об этом рассказали участники семинара совещания, которое прошло в Анапском сельскохозяйственном техникуме. В этом году одно из ведущих предприятий города-курорта удвоит площади своих яблоневых садов. Вместе с тем специалисты рекомендуют анапчанам обратить внимание и на другие культуры. Потому что сегодня для старта достаточно земли и желания работать. Садоводство сегодня стало выгодным бизнесом. Основная мысль встречи. В этом году на каждый заложенный гектар сада с повышенной урожайностью государство выплачивает фермеру или предприятию по 263 тысячи рублей. Расчетом Краевого министерства сельского хозяйства за пять лет рентабельность садоводства в Краснодарском крае выросла с 12 до 65%. Конечно, здесь и господдержка. Здесь ответные санкции, которые мы ввели, закрыв ввоз европейских фруктов и овощей, сорта, интенсивные технологии. Все вместе, вот это сейчас. А при 65% рентабельности есть большой смысл заниматься садоводством. Всего в Крае в этом году заложили порядка 1600 гектаров садов. В Анапе есть примеры получения государственных субсидий фермерами, а опытно-производственное хозяйство Анапа к концу года удвоит площадь яблоневых садов до 200 гектаров. Производители называют одной из основных проблем отрасли нехватку мощностей для хранения. У нас в том году 330 тысяч мы вырастили плодов, а хранили еще у нас только на 140. И 200 тысяч тонн мы продаем в короткий срок за бесцены. По словам Владимира Гришко, средняя цена их яблок около 35 рублей. В магазинах минимум в два раза выше. На фермерских привозах порядка 55-60 рублей. 55 рублей, цена нормальная. В муниципалитете сегодня есть порядка двух десятков точек, где ежемесячно по расписанию проходит около 60 ярмарок. Сегодня это кратчайший путь к потребителю, который частично компенсирует нехватку хранилищ. С другой стороны, продукция на них всегда свежая. Мы ставим совершенно бесплатно. Единственное условие, в соответствии с тем требованиям, которые мы выставляем, и есть цены, качественная продукция по низким ценам для жителей и гостей нашего города. По словам заместителя главы Анапы, в городе намерены и далее оказывать всю возможную поддержку как крупным хозяйствам, так и фермерам. И отраслевики, и представители Минсельхуза считают, что в Анапе, традиционно виноградарской территории, фермерам стоит уделить внимание вишни, черешни, сливе, абрикосу, персику. Эта продукция будет востребована, тем более, если она свежая, только что с дерева на ярмарке-привозе. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. На Кубани пройдет масштабная акция в честь 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Идею озвучили на выездном итоговом заседании региональной ветеранской общественной организации, в котором приняла участие и Анапа. Патриотическая эстафета пройдет по городам в даты их освобождения. Каждому муниципалитету будет передаваться знамя. В это время в районах пройдет ряд военно-патриотических мероприятий. Стартует эстафета 20 декабря в Топсе. В ходе этой акции будут отмечаться, во-первых, положительные дела, которые будут сделаны. Построятся ли новые минералы, отремонтируются или приведут в порядок могилы памятные. То, что мы делаем обычно в месячниках оборонно-массовой работы, ко дню победы, ко дню освобождения НАПы, вот в таком примерно объеме будет проходить эта акция. Соответственно, там будет предусматриваться одна из основных наших задач еще заботы о старшем поколении, поэтому там, конечно, будет обращено внимание, сколько людей пролечилось, сколько людей оздоровилось, пожилого в этом отношении сделали. Ну и, соответственно, все, что мы проводим. В Анапе акция стартует 21 сентября 2018 года. Флаг, который возглавит эстафету, пробудет в нашем городе несколько дней. В это время на курорте пройдут массовые мероприятия патриотической направленности, уроки мужества, концерты и митинги. В патриотической акции примут участие все поколения. Завершится она 9 октября будущего года в Темрюкском районе. Именно он стал последней точкой при освобождении Кубани. Организаторы планируют привлечь внимание к акции и жителей Крымского полуострова. Впереди еще одна памятная дата. 11 декабря в Анапе будут вспоминать воинов, погибших в вооруженном конфликте в Теченской республике. В сквере боевой славы состоится патриотическая акция. Она объединит ветеранов боевых действий, представителей казачества и молодежи. Принять участие в памятномероприятии приглашаются все желающие. Начало в 11 часов. В Анапе проверяют места возможного пребывания нелегальных мигрантов. При цели внимания строительные площадки, заброшенные объекты и производство, в том числе и в отдаленных районах муниципалитета. Хутор Красный. Небольшая, но типичная промзона. Представители муниципалитета совместно с полицией и казаками проверяют места, где по предварительной информации могут находиться нелегальные мигранты. Небольшое предприятие по обслуживанию аттракционов зашли по пути, проверили документы. Здесь только граждане России из Ростова, Москвы и Махачкалы. По имеющимся данным, иностранцы работают рядом. Соседи говорят, что никакого отношения к ним не имеют. Это пекарня. Через окна видны лотки для хлеба и печь. В бетонном бункере рядом упаковка и остатки ингредиентов. В подвал ведет замаскированный проход. Дверь закрыта. Каких-либо юридических оснований для проникновения в помещение у проверяющих нет. Аналогичная ситуация с еще одной пекарней. В целом все выглядит как небольшой семейный бизнес. Подъехали к вашей пекарне. Мы, конечно, туда никак попасть не можем. Скажите, пожалуйста, когда у вас люди работают? Я позавчера. У гостя документы в порядке. Хозяин утверждает, что у рабочих тоже есть все необходимые основания жить и трудиться в городе-курорте. Сейчас на месте никого нет, потому что хлеб начинают печь с вечера, чтобы с утра он был свежим. Будьте добры, позовите, пожалуйста, вашего хозяина и свои документы. Я хозяин и хозяйка, дочка моя. Мы вдвоем. Вы здесь живете? Да. Здесь прописано? Да. А вы? Это помогает мне. А можно ваши документы? Ну и ваши. Бдительные граждане сообщили, что здесь работают иностранцы. Как рассказал хозяин, сам он из Мурманска. Бывший моряк. Купили дом, живут с дочкой и потенциальным зятем. Он из Омска. А иностранцев в доме отродясь не было. Потихоньку справляются своими силами. Проверяющие отмечают, что отсутствие результата тоже результат. Но к ряду объектов с сегодняшнего дня внимание будет пристальным. А проверки продолжатся в постоянном режиме. Россия уже вступила в эпидемиологический сезон по гриппу. Пока по всей стране зафиксированы единичные проявления вируса. В основном это северные регионы страны. Спокойная эпидопостановка наблюдается в том числе и благодаря вакцинации. Только в Анапе защиту от гриппа получили более половины местных жителей. А по стране привито 37% всего населения. Однако в январе и феврале медики прогнозируют увеличение количества заболевших. Грипп опасен возможными осложнениями, но не стоит бить тревогу при первом недомогании. Заболевание легко можно спутать с обычной вирусной инфекцией. Симптомы вируса гриппа очень схожи с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, к которым относятся парагрипп, респираторно-сенциальная вирусная инфекция, аденовирусная инфекция. Это симптомы, следующие как кашель, головная боль, повышение температуры до 39 градусов по Цельсию, ломота в суставах и другие симптомы интоксикации. Поэтому человек, путая симптомы гриппа и острого респираторно-вирусного инфекции, зачастую начинает беспокоиться, ставя себе диагноз «грипп». Для того, чтобы избежать этой ситуации, необходима консультация с врачом, который поставит правильный диагноз и назначит адекватное лечение. А чтобы не заболеть, необходимо выполнять самые простые рекомендации. Вирус живет вне организма до 24 часов. На дверных ручках, поручнях, телефонах и пультах. На всем, чего мы касаемся руками. Поэтому регулярное мытье рук существенно снизит риск заражения. Обязательно проветривайте жилье, укрепляйте иммунитет при помощи витаминов. Старайтесь избегать места массового скопления людей. Но самое главное, при первых симптомах заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Проверить состояние своего здоровья без талонов и очередей смогут жители села Джигинка. Там в поликлиническом отделении пройдет заключительный в этом году День здоровья. По традиции его проведут специалисты Центра медицинской профилактики лечебных учреждений Анапы. Селяне смогут попасть на прием к узким специалистам – кардиологу, офтальмологу, лор-врачу, неврологу, эндокринологу. А также сдать некоторые анализы, пройти ЭКГ и флюорографию. Профилактическое мероприятие будет проходить с 9 до 13 часов по адресу село Джигинка, улица Октябрьская, 30 В. Студентка колледжа Анапского филиала Московского государственного педагогического университета будет получать губернаторскую стипендию. Алину Удачину отметили за ее общественную деятельность. Она волонтер, постановщик танцевальных номеров, участник многочисленных фестивалей, конкурсов. При этом девушка учится на отлично. Репетиция танцевального коллектива. Алина Удачина фактически его руководитель. Первая среди равных. Сегодня все хореографические постановки на мероприятиях в университете на ней. Спустя час еще одно мероприятие – занятие с волонтерами. В учебном заведении готовят новогодние праздники для детей, которым требуется повышенное внимание, а также благотворительную распродажу поделок. Помимо этого девушка возглавляет городской студенческий совет. Активно участвует в благотворительных патриотических акциях. Все начинается с самого маленького. То есть, если мы то же самое уберем в свой двор, то потом у нас пойдут уже и выше, и масштабнее цели. То есть, может быть, убрать нашу большую площадь или в парке пойти убраться. И так мы сделаем намного лучше своей стране. Принесем какую-то пользу своему городу. А потом уже и масштабно можно запустить какую-то акцию большую. И так мы поможем в своей стране. Для нас Алина – это палочка-выручалочка. Потому что без Алины не проходит ни одно мероприятие. Она энергична, она добрая, она ответственная. Она готова быть везде и во всем. Уже через месяц после поступления в колледж Алина организовала крупное мероприятие. На сегодня таких уже 23, начиная от дня первокурсника, заканчивая фотоконкурсами и флешмобами. В них приняли участие более тысячи человек. Девушка сама участвует в фестивалях, круглых столах. При всем этом учится она отлично и получает повышенную стипендию. Она делает ровно столько, сколько может делать. Стараюсь правильно расположить свой порядок дня, записывать, если вдруг куда-то нужно пойти или что-то сделать. Это очень сильно помогает. За успехи в общественной деятельности Алина удостоена губернаторской стипендии. Девушка рада, преподаватели ею гордятся. Уже в следующем учебном году Алина будет сама преподавать в начальных классах. Но общественную деятельность пока оставлять не планирует, считая ее важной частью своей жизни. Экскурсию по парку будущего для детей из школы номер 20 села Варваровка организовался российский детский центр смена. На его базе располагается крупнейший учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий. Девятиклассники смогли не только познакомиться со множеством рабочих специальностей, но и попробовать их на практике. Во время экскурсии ребятам представляют практико-ориентированную профориентированную программу по наиболее востребованным рабочим и инженерным профессиям. Мобильная робототехника, прототипирование, управление беспилотными летательными аппаратами, лабораторный химический анализ. Всем этим и многим другим компетенциям можно обучиться в парке будущего. Это промежуточное звено между проектированием и запуском, как я сказал, в серийное производство. Здесь мы учим детей в специальных программах делать модель прототипа, и потом этот прототип печатается на 3D-принтерах с помощью специального пластика. После экскурсии ребята проходят профориентированный тест и участвуют в одном из 8 мастер-классов по выбору. Во время мастер-класса теория переходит в практику, и уже каждый может сам поуправлять беспилотником, провести анализ водопроводной воды на жесткость, сделать новогоднюю открытку из природных материалов или устроить соревнования роботов. Девятый класс – это время, когда необходимо определиться с будущей профессией. Благодаря экскурсии по парку будущего мы узнали много нового и полезного, говорят школьники. Экскурсия просто супер, советую всем. Я новое узнала о разных профессиях. Больше всего я хотела узнать о медицине и узнала. Общее впечатление – очень замечательный, прекрасный парк будущего. Это очень прекрасно, что вы даете такую возможность детям, таким обычным детям из обычных школ, прийти сюда, познакомиться поближе с профессиями и, скорее всего, определиться с этой будущей профессией. Наталья Рогова, Павел Минаев. Специально для Анапа. Регион. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова